Всем привет. Видеоинструкция «Зверобоя трава». Вяжущее средство растительного происхождения. Показания. Воспалительные заболевания слизистой оболочки рта и зева, гингивиты и стоматиты и т. Хронический колит, в составе комплексной терапии. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. При приеме внутрь беременность, период лактации и детский возраст до 12 лет. Побочные действия возможны аллергические реакции. При длительном применении может вызвать неприятное ощущение в области печени и чувство горечи во рту, в некоторых случаях при приеме внутрь, фотосенсибилизирующее действие. Повышенная чувствительность кожи к действию солнечного света. Лекарственное взаимодействие. При совместном применении препаратов зверобоя с циклоспорином, варфарином, стероидными препаратами, противовирусными средствами, ингибиторами обратной транскриптазы. Ампленовир, инденовир, неверопин, нелфеновир, ретеновир, саквеновир. Ингибиторами активности протеолитических ферментов возможно. Снижение их эффективности. Препарат способен усиливать фотосенсибилизирующее действие других лекарственных средств. Тетрациклинов, сульфаниламидов, теозидных диуретиков, хиналонов, пероксикамы и другие. Дозировка. 10 граммов 2 столовые ложки, травы зверобоя помещают в эмалированную посуду. Заливают 200 миллилитров, 1 стакан, горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 миллилитров. Принимают внутрь по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения минус 2 недели. Для полосканий применяют по полстакана настоя 3-4 раза в день. Курс лечения 5-10 дней. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Стоимость от 70 рублей. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы.